Во все тяжкие, так называется история, которая произойдет 16 сентября в Гоголь-центре. Можно было по-другому назвать, можно было назвать, иногда они возвращаются, потому что в этой истории главное – это Линда. Приветствую вас. Привет. Прошу. Линда, я когда узнал, что вы что-то вместе с Валерией Гай Германикой будете делать, я для себя сделал открытие, что на самом деле ассоциации какие-то, что вот есть что-то общее у вас, мне кажется, с Гай Германикой. Не знаю что, но вот как-то смутно чувствую, что есть. У вас нет ощущения? Ну, мне кажется, правильно чувствуете. Да, при этом вы не знакомы, вы не подружки, вы не партнеры, вот до 16-го числа, я так понимаю. Мне кажется, хватило нам творчества друг друга, знать, чтобы понять, кто мы, зачем мы, с чего мы, и как мы. Поэтому мы нашли общую тему, общий язык. Ну, вот расскажите, 16-го числа, мы знаем день, мы знаем место, Гоголь-центр, это вечером, очевидно, да, будет? Да. Ну, во сколько вечером, так что уточните? Ну, по-моему, в 8 часов вечера, вы уточните это. У меня негде уточнить 16-го сентября, но очевидно, что вечером. Значит, мы знаем когда, знаем где, теперь мы узнаем что. Что это будет? Ну, вообще, это будет такой, не знаю, перфоманс, музыкальный спектакль нашего творчества, можно так это назвать. То есть это будут, ну, такие разноплановые вещи, соответственно названию «Во все тяжкие», то есть это такой выход из различных наших страстей в разных формах, в том числе и в музыкальных. И в таких образах… Ну, петь вы не будете, вы будете декларировать. Нет, конечно, не буду петь. А, и петь тоже. Не, ну, главное – это музыка все-таки. Так, хорошо. И, конечно же, это будет первое, как бы, представление клипа, вот, нашей работы. Повесь меня. Да. Так, интригующее название, называет массой ассоциаций. Кто задействован в клипе. Значит, режиссер Гай Германика клипа, да? Да. Да. Он уже снят. Он уже снят. И будет… И он уже выйдет на экраны. Так, хорошо. Повесь меня – это что? Это руководство к действию, это… Ну, это такое ассоциативное, как бы, мышление нашего, как бы, моего, скажем, отношения к этому миру, да? Ага. Что очень много всяких страстей, очень много всякой дикости вокруг происходит, жестокости, я не знаю. Вот. И хочется, чтобы был какой-то выход из этого всего. Угу. Вот, повесь меня – это просто, как бы, фраза, которая, ну, мне, как кажется… Повесь меня, я на крючке. А, в этом смысле? Дикие звери, да. Да, дикие звери рядом. Кто будет 16-го числа еще из ваших, не знаю, друзей, партнеров, поклонников? Кто будет в Google-центре? Кто еще из гостей приглашает? Ну, на самом деле, разные люди. Вообще, кто хочет? Я понимаю. Мы приглашаем всех. Ну, да, ну, кто… Я вот прочитал, что будет, допустим, там Андрис Лиепа. Ну, возможно, конечно. А, то есть, это не вы его приглашали? Ну… А Федора Бондарчука? Я с Федором Бондарчуком, я просто знаю, что он стоял буквально у истоков проекта. Ну, мне было бы очень приятно, если бы эти люди пришли, как бы… Это правда, да, что с его подачи вы вообще, ну, попали в шоу-бизнес, так скажем, или нет? Или это легенда? Ну, с какой-то стороны, да. Ну, нет, шоу-бизнес я вообще как бы обошла далеко, с дистанцией стороны. Почему все так… Я не знаю, почему Дэвид Бо говорит, что он в шоу-бизнесе? Потому что у него другой шоу-бизнес. А у нас все… Наш российский шоу-бизнес нельзя приравнивать к тому, что… Почему нет шоу или нет бизнеса? Какого-то составляющего нет? У нас слишком все и шоу, и бизнес… Да, но это не ваш, да, случай? Ну, расскажите про Бодручка. Мне интересно из первых уст услышать, как… Потому что, в общем, мне кажется, вы из параллельных, как бы, миров, потому что, мне кажется, Бодручук такой системный человек. Мне никогда-то очень давно, лет, наверное, 15 назад, просто сделали одну работу совместную, он снимал клип на песню… Он снимал? Да, он снимал клип на песню «Линграсс Огненок». В принципе, там мы и познакомились. Так, а инициатива была пригласить Бодручука, или это его инициатива была снять клип? Вы имеете в виду то, что было… Да, 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 я имею в виду, да, это то, что было там. А я, честно говоря, даже не помню. Как-то так срослось, что мы как-то пересеклись, встретились, обменялись мнениями, ну и как-то так совпало, что, в принципе, нашли друг друга на тот момент времени. А с кем вы вообще дружите? У вас есть друзья? Есть друзья, они совершенно не относятся… К богеме, да? К миру музыки даже так. Так, а к какому миру они относятся? И какой это пары, друзья? Это друзья там, я не знаю… Они относятся к области науки. Так, а вот, ну, друзья, вот известно, что они легко очень приобретаются в школе, уже в студенческие времена какой-то фильтр, а потом все сложнее и сложнее. Это какой пары? Ну, у меня так не сложилось. Так, то есть… Да? У меня так не сложилось, потому что, ну, поскольку у меня семья дольше, чем два года не задерживалась, и мы постоянно перемещались из одного города в другой, так что я все время была в каком-то пространстве. Это потому что у папы работа такая была? Ну, в основном, да, вначале это было с папиной работой, в основном связанной. Так, а потом? Ну, а потом просто началась вот эта вот бурная жизнь под названием музыкальная часть. А что у папы за работа? Обычно у военных такая работа, у вас это другой случай? Нет, папу у меня как бы… Его приглашали в разные проекты, связанные с экономическим развитием сути дела, поэтому он, конечно, это больше в экономике, вот, и его приглашали просто проучаствовать и разработать какие-то там проекты, связанные с тем и с тем, вот, в мире экономики, поэтому мы вот следовали как бы за ним. А вот этот миф о, там, ваших греческих корнях или каких-то вот совершенно… Нет, корней у меня греческих нет абсолютно. Да, ну, вы родились в каком-то греческом… Нет, не в греческом, я родилась в городе Кентау, это Казахстан. Да, где очень много греков. Да, поскольку это такое было ссыльное место… Ссыльное для греков. Нет, не только для греков, но просто по всем стечениям обстоятельств, ну, где-то, не знаю, ну, 70% это были греки. 70% вот этого? Да, да, это были те греки, которые не захотели принимать национальность нашу русскую, когда им открыли дорогу к нам в России. Вот, ну, и Сталин туда всех одной волной накрыл. И они разговаривали по-гречески? Нет, они разговаривали по-русски. Все русскоязычные были. Да, ну, конечно, какие-то выражения греческие были, традиции там были. Потому что просто вы же, ну, какое-то время назад, как пишут, по всякому случаю, работали в Греции. Как бы... Да. Я как-то подумал, что это связано с тем, что вы родились в каком-то таком очень греческом месте. Нет, нет, это совершенно не связано. Это не связано, да? А я был уверен, что это... Мне кажется, в жизни все как-то все пересекается. Вот если нащупываешь... Как называется это место, где вы родились? Горь Кентау. Кентау, это Казахстан. Это Казахстан, да, Чемкенская область. Так, когда вы там последний раз были? Ну, наверное, ну, лет 20 точно назад. Так, понятно. С гастролями? Нет. Нет? Нет. А зачем? Я там была на свадьбе своего двоюродного брата. А чем он занимается? А он у нас художник. А, ну, все-таки творческая личность. Он по какой? По папиной или по маминой линии? По маминой. По маминой линии? Художник? Да. Так, а художник какого плана, что он пишет? Художник какого плана? Да, почему он не оформляет ваши альбомы? Вот почему вы как-то не пользуетесь? Ну, потому что он такой слишком графический для меня. Да? Да. А, то есть вы не видите оформление своих работ в графике? Нет. Да? А в чем вы видите оформление своих работ? В кислоте? Ну, мне кажется, что вообще оформление работ для меня не представляет вид искусства. Да? Мне кажется, что все-таки оформление работы – это музыка определяет. Ну, не скажите. Поэтому, поскольку он не любит мою музыку. Не любит? Нет, не любит. Так. А, вот поэтому вы не любите его творчество. Вот все взаимно. Да. В полной гармонии с семьей. А какой язык вот ваш? Ну, конечно, русский. Русский, да? Конечно, безусловно. Потому что, ну, так как ты можешь здесь излагать свои мысли и ощущать, ну, быть в взаимодействии, как бы, с людьми, такого просто нигде не может быть. Все-таки русский язык – это русский. Мне кажется, что язык жанров, ну, в котором вы работаете, это английский. Все-таки лучшее, что было сделано, да, ну, вот в этом жанре, это было записано на английском. И смотрите, сколько, допустим, шведы, те же, та же Аба, да, ну, гениальные совершенно ребята. Они же по-английски, да. Или там Scorpions, они немцы, прям разнемцы такие. Поэтому, мне кажется, вот такой интернациональный язык вот этой музыки. Для музыки, я сейчас говорила просто об общении, а вообще для музыки, мне кажется, ну, язык не настолько важен. Вот музыка, она сама диктует свой язык. То есть можно и слушать, не знаю, на любом языке, на китайском, и абсолютно понимать это по-своему. Потому что музыка, она уже рисует структуру. Звучание, я не знаю, ритм. Для меня вообще в музыке очень важны гармония и ритм. Это самое, наверное, важное. Поэтому язык – это просто… Для вас как для сочинителя это важно, или для как исполнителя? Ну, я больше, наверное, как сочинителя. Потому что все-таки исполнение – это какое-то второстепенное для меня. Разве? Абсолютно. Это такое что-то… А вот когда ты именно в процессе… Я даже не знаю, как назвать, но сочинение слишком, наверное, банально. Потому что все-таки… А вы как сочиняете? Вот вы сочиняете как… А это происходит параллельно. Не как там, что село, и вот сейчас я сочиню… А, то есть вас осиняет, и вы что-то… Нет, меня не осиняет. Я не знаю, это просто, ну, как диалог постоянный. Диалог с тем, что ты видишь. А, диалог… Я очень потребляю как бы глазами и ушами, конечно. Это может быть вообще какая-то ситуация, которая, ну, не знаю, ты идешь просто, не знаю, в спортивном костюме, бегаешь, и ты можешь наткнуться на какую-то тему. А вы бегаете? Да. Я вам не дал углубиться. Куда вы ходили углубиться? Вы сказали, что… А я уже потеряла эту линию. А я вам напомню. Мы говорили вот о том, как вы генерируете продукт музыкальный. Как вы сочиняете? А, ну вот, да, для меня это сам процесс, как бы, моего существования, вообще, скажем. Вы фиксируете это… Вы знаете нотную грамоту, вы это в ноты как-то сразу, или вы сочиняете… Ну, естественно, нотную грамоту. Почему? Биджиз… Знаете такой коллектив австралийский, Биджиз? Нет. Нет, это культовый совершенно 60-х годов. Вот они не знали нотной грамоты, они просто на диктофон, напевали что-то, давали специально обученным людям, и те… Ну, в моем случае я знаю, поскольку я закончила гнесинский. Да, я знаю, да. Да, и гнесинку, и поэтому, как бы, знания у меня есть. Вот, но ноты совершенно не важно. Как бы, ну что ноты? Всего семь. Ну… Мне кажется, любому можно выучить. Семь нотки. Говорят, что больше. А вы с кем-нибудь из тех, с кем учились гнесинки, поддерживаете отношения или нет? Ну, не только с учителями. Да? Да. А с кем из учителей? Ну, мне вообще очень повезло с учителями. Сначала это был Владимир Христофорович Хачатуров, который мне дал очень много по жизни. Вот. К сожалению, его сейчас нет уже с нами, как бы, но в моем сердце он, как бы, всегда есть, и я помню, как мы с ним, как он меня заводил вот в этом мире интересном. Вот. А сейчас я продолжаю, как бы, свою деятельность с Натальей Андриановой. Вот. И, как бы, ну… Вам повезло с учителями, вы говорите. А с чем… Ну, вы понимаете, что жизнь же, она разнообразная и полосатая. Не бывает, чтобы она из одного везения стояла. С чем вам в жизни не повезло? С чем или с кем? С чем не повезло, ну, всяких горьких, кислых моментов. Но мне кажется, все не зря, потому что на сегодняшний день, ну, наверное, ну, я рада всему тому, что происходит. И мне кажется, вот без всех этих нюансов жизненных, каких-то интересных моментов, наверное, бы этого ничего не состоялось. Ну, как какое-нибудь разочарование, расскажите. Разочарование? Да, понять, что богатые тоже плачут, успешные и знаменитые, у них тоже бывают какие-то накладки. Что вот… С чем действительно не повезло? Какие вот… Вы когда говорили про кислые моменты, что вы имели в виду? С чем мне не повезло? Да. Ну, это какие-то такие мелкие, наверное, нет таких глобальных вещей, чтобы я сразу сказала, с чем мне не повезло. Ну, хорошо, вы можете вспомнить ваш самый худший и самый лучший концерт? Я имею в виду не по количеству зрителей, не там по сборам, а вот просто там по энергетике, по ощущениям. Или такого нет? Ну, наверное, самое лучшее состояние это было, когда мы работали в Лондоне с таким великим человеком, как Хейден Бендл. Ага. Рассказываю я вас. Так, рассказывайте про Лондон. Да, для меня это очень важный такой момент. И, как бы, мне кажется, это самое такое для меня большая школа, большая удача, потому что работать, ну, действительно, на таком высшем, скажем, уровне и с таким реально глубоким человеком во всех смыслах, не только в музыке вообще. Вообще глубоким человеком. Вот. Так что это, ну, для меня, не знаю, как 10 лет школы. За вот эти вот несколько месяцев. А когда это было? Ну, мы были месяца, в феврале мы закончили работу. А, то есть 14-го года этого года, да? 14-го года мы закончили работу, а встретились мы в 13-м году, и вот практически весь год мы были, как бы, в этой работе. Хорошо, ну, а, допустим, какой-нибудь самый неудачный или один из самых неудачных, можете что-нибудь вспомнить? Неужели прям провалов не было? Ну, самый неудачный, не знаю. Ну, что значит провалов? Вы имеете в виду в творчестве? Ну, это каждый день провалов. Не знаю, вот Ванесса Мэй мне рассказывала, что там был один концерт в Индии, когда вболилась там крыша вместе с декорацией. А, ну, вы имеете в виду такие моменты? Ну, которые напоминаются, как не самые радостные, так скажем. Ну, наверное, самый неудачный, наверное, был город Сочи, очень давно это было, когда нас вынуждали, заставляли петь просто под дулами автоматов. Кто? Ну, я не знаю, кто. Были такие люди очень хорошие. Бандиты? Наверное. Ну, то есть как это произошло? Ну, так и произошло, что нас сорвали с концерта и сказали, что очень важный человек хочет видеть вас, и вы должны выступить. Вот, и когда мы отказались от этого выступления, ну, нас просто взяли, привели, поставили, и мы выступали. Это было, наверное, самым неприятно. Еще запомнился концерт с большим очень количеством народа, когда толпа просто не сдержалась. Это были Воробьевы горы, по-моему. А мы переходим к финалу нашей игры. Вы меня заинтриговали с Сочи, надо будет как-нибудь меня, я вас порасспрашиваю потом после передачи. Хорошо, да, с удовольствием расскажу. Да, почему-то только на югах такое происходит. Значит, что это за игра? Здесь фишки четырех цветов. Вы выбираете фишку, и такого же цвета, как выберете фишку, карточку, вот, на карточках написаны вопросы. Они, есть вопросы на подумать, откровенные, неловкие. Белая карточка – это свободный вопрос, значит, я сам буду выбирать вам фишку по своему настроению. Так, давайте. Ну, ладно. Что-то ушло. Желтая, да, любую желтую, любую. Ну, сейчас. Абра-кадабра. Окей. Что-то я выбрала. Неловкий вопрос, мне везет. Читайте. Выгоняли ли вас из клуба, ресторана и за что? Ну, меня не выгоняли, меня не впускали. Да, вы не прошли фейс-контроль? Да, я не прошла фейс-контроль. Где это было и когда? Я очень не понравилась. Ну, часто, вообще. Да? Да. Ну, я надеюсь, это не в те клубы, где вы должны были выступать. Такого не попало, что вас не впускали. Нет, это не связано. Это была какая-то вечеринка, я помню, моих каких-то близких, знакомых. Так. Да, значит, ну, туда нужно было прийти очень, как бы, скромно по фейс-контроль. А это не ваша тема, да? А это как-то, да, не ассоциировалось с моей темой. Вот. А потом человек, который меня пригласил, он, в общем, был обижен, что я не прошла, он не поверил, что меня не пустили. Конечно. И с тех пор мы не общались. А мобильных телефонов еще тогда не было, я так понимаю? Были. Ну, я просто не дружу с мобильными телефами. А, да? Да. То есть мобильные телефоны существуют, но у вас их нету? Ну, в 2014 году, да, стала общаться, как бы, тоже. То есть у вас вообще к гаджетам или именно к телефонам? У вас к гаджетам такое отношение? Вообще к гаджетам, да. Но с телефоном стало, поскольку, ну, наверное, работа все-таки внуждает. Вы инопланетянка, я. Еще раз, что ли? Да, три раза будет, да. Голубая. Голубая, это надо подумать. Да, любую, грубую. Ну, давайте, сверху, не буду копаться, чтобы. Вопрос на подумать. В детстве вы отказывались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Такого опыта у меня не было. Не было, да? Нет. Не с толстыми, не с некрасивыми. С тем, кем я дружила. Так. А для вас важно вот в дружбе, допустим, что, как человек, ну, говорят про там контент, какое-то наполнение, или вам важно, как человек выглядит? Вы... Ну, в детстве мне особо важно не было. Не было важно вообще ничего, не содержание, не форма? Было важно, что, ну, поддержка. То есть, если в моих, как бы, фантазиях я находила собеседника, единомышленника, что, в принципе, сейчас мне важно, этим меня движет, то я сразу находила общий язык с любыми, если это были и толстые, и некрасивые, мне было без разницы. Я не оценивала даже в детстве людей, вот, как-то так у меня складывалось. Легко вам живется, я могу сказать просто. А, кстати, да, я очень в этом смысле легкая. Последний, снова голубая, вот, на подумать вам, да, в каких-то вопросах. Значит, я мало думаю в этой жизни. Или наоборот много. Сваливали ли вы когда-либо вину за что-то на своего брата-сестру? Нет, точно скажу, нет. Нет, почему? Брат-сестра есть? Нет, наоборот, брала на себя вину. Брат-брат-слэш-сестра. Брала на себя вину сестры. А кто у нас брат-слэш-сестры? Так, какую вину вы брали сестры? Ну, то, что касается детства, могу вспомнить. У меня сестра Лена, она старше меня. И она увлекалась химией очень сильно. Химией? Я даже боюсь подумать, о чём мы говорим, о каких веществах. И однажды она решила на мне поставить опыт. То есть она ещё читала книжки, связанные с инквизицией. И там был такой некий эксперимент, когда обливали человека неким веществом, подобным ацетоном. Так. И поджигали. То он быстро очень сгорал, но очень большое впечатление производил на людей, которые должны были уверовать в то, какое... Это занятие, чем модный сейчас айсбакет. Да, и Лена решила поэкспериментировать со мной. Так. И сколько лет было Лене? Мне на тот момент было лет 5. Так, а ей? Значит, Лена у меня старше на 10 лет. Ну, то есть ей было 15. А, самый возраст до экспериментов. До экспериментов, да. Но мы зашли тихо, мирно в ванное помещение. А, то есть она понимала, где это надо делать. При этом у нас был такой сбор гостей, родители там, что-то праздновали. Так. Мы мирно тихо полились этим ацетоном. Причём... Вдвоём? Причём мы начали как бы... Да, вдвоём. Так. Начали просто с ног. А так получилось, что попало как-то душеобразное. Так. Вот. Ну и такой горящий шарик выбегает в комнату, где все... Вы гоните? Нет, я не гоню. Нет, реально, да. Реально, вы можете спросить. Я вообще не люблю гнать. Я спрашиваю, у Лены это задание. У Лены это задание. У Лены это задание. Просил сегодня. Ну, в общем, всё действительно реально быстро закончилось, потому что это было быстро. Но это было шокирующе. Ага. А то есть ожогов не остаётся? Нет, ну просто пахнешь... Отличное, отличное вещество. Отличное вещество. Палёной курицей. Надо будет попробовать, чтобы я узнаю, что это за вещество. Я боюсь, что Лена ещё какое-то, видимо, перед этим вещество, видимо, или... Ну, навряд ли, нет. Или съела, или понюхала, нет? Нет, нет, Лена очень правильная девушка. Это история такая. Не совсем женская. Я вам под конец хочу подарить вот такую книжку. Она называется... Ух ты, да, я на ней уже положила. 24 кадра про женские истории. Здорово. Я надеюсь, наш с вами разговор в одну из следующих войдёт. Я уверен, что 16-го числа в Гоголь-центре не будет никаких таких экспериментов с горящими, убегающими шариками. Но там будет какое-то действие, и действие это будет... Ну, вы понимаете, там будет Линда. Это действие будет интересно по-любому. До встречи в Гоголь-центре. Вот так вот. Пока.